Всем привет! Сегодня мы продолжаем проходить первую часть игры зомби против растений и у нас на очереди четвертая миссия. В этом уровне у нас абсолютно полноценное поле, состоящее из пяти линий. Не могу сказать, что будет играть проще, хотя и сложно вряд ли будет, так как это у нас зомби начального уровня и то вооружение, которое у нас есть, полностью позволяет с ними справиться. В предыдущей миссии мы получили орех, новое вооружение и список немного стал больше, но все еще он невелик, хотя из миссии в миссии мы будем получать все новое вооружение. Начинаем мы с высадки подсолнуха, сейчас посадили на пятой линии орех, так как там у нас идет первый зомби. И сейчас нам надо накопить на горох, который мы поставим перед орехом. Я думаю, что мы посадим по подсолнухам два ряда, вполне нам этого количества должно хватить даже больше. Можно было бы, конечно, справиться и с одним рядом подсолнуха, но у нас есть бомба вишня, которая стоит 150 монет, поэтому она стоит чуть подороже. Кроме того, не исключаю, что нам еще надо будет садить помимо гороха еще орех. Все это требует денег, соответственно, лишние деньги будут всегда нам кстати. Идет очередной противник, еле ноги передвигаем. Как тут все зомби передвигаются очень дозированно. Нет, чтобы какой-то тучи. Хотя нам это и на пользу, потому что у нас не во всех линиях есть горох, только в первой и пятой линии. Соответственно, нам это только будет плюс. Мы уже практически досадили два ряда подсолнуха. Осталось всего лишь две линии и уже будет полностью сформирована плантация подсолнухов. К нам сейчас идет очередной зомби с колпаком. На данный момент это такой самый сильный противник. Вишню бомбу мою применять против него не будем. Я думаю, что используем ее уже в конце миссии. Пока что посадим перед ним орех. Подтягиваются дополнительные силы. У нас это уже больше половины миссии. И осталось уже буквально немного. Уже скоро будет финальная волна. Мы уже наконец-то высадили во всех линиях горох. Полностью сформированы два ряда подсолнуха. Денег у нас более чем достаточно. Единственная проблема в том, что надо постоянно подбирать монетки. Так как практически каждую секунду мы получаем новое урожай от подсолнуха. Идет очередная партия зомби. Без шансов для них. Хоть у нас и горох, но тем не менее. Зомби тоже начального уровня. И даже зомби с колпаками. Буквально пару выстрелов. Слетает колпак и уже потом мы убираем этого противника. Сейчас на нас надвигается финальная волна. Я уже приготовил вишню бомбу. Я думаю, что сейчас будем убирать место, куда бы мы ее поставили. Хоть это и финальная волна, но не сильно это многолюдно. Ставим посередине. В принципе зря. Убрали всего лишь несколько противников. Хотя, возможно, куда бы ты ее не поставил. Все равно максимум, что можно было уничтожить, это всего лишь несколько зомби. Проходим эту миссию и у нас появляется опция. Это лопата такая, которую мы можем выкапывать растения. Во второй части она тоже есть. И вот сейчас в первой части будем учиться, как ей пользоваться. Сейчас нам ее представляет Безумный Дэйв. На поле у нас три гороха, которые мы выкопали. Тем временем мы сейчас переходим в следующую миссию, уже пятую по счету. Это миссия по типу боулинга, которую мы проходили во второй части. Там был у нас боулинг-балп. Ну а тут вместо луковых шариков орех выступает в качестве мяча для боулинга. А для того, чтобы катить орех по полю, нам надо ставить его перед красной линией. У нас есть еще красный орех. Я его специально не сажу, потому что он представляет в качестве, он такой, как бомба. И, соответственно, его использовать для одного противника как-то очень не хочется. Если будет какая-то толпа, то мы его выкатим. На эту кучу. Ну вот сейчас вот использовали против двух зомби. Я думаю, что мы будем еще получать красный орех. Поэтому можем применить для них бомбу. Вот в очередной раз получаем. Не так часто, но тем не менее. Убрали целую кучу с помощью данного ореха. Снова на нас надвигаются противники уже больше, чем в предыдущей миссии. И как-то играть становится повеселее. Самое сложное это зомби с колпаком. С помощью одного ореха мы сбиваем колпак, а уже со второго мы убираем противника. Но если есть бомба-орех, то можно уничтожить гораздо раньше. Это у нас уже финальная волна. Получаем мы бомбу и убираем целую толпу. Осталось еще четыре зомби. Троих мы убираем и с помощью бомбы убираем последнего противника. После чего получаем новое вооружение. Это бомба-картофель. За 25 монет. Абсолютно все то же самое, что и во второй части зомби против растения. Стоимость такая же. А тем временем мы сейчас переходим уже в шестую миссию. Начинаем традиционно с подсолнуха. Но уже по ходу будем еще так же садить бомбу. Наше новое средство. Нам лучше, во-первых, того же ореха тем, что дешевле ровно в два раза. Хотя у нас, я думаю, что и в этой миссии не будет никаких проблем по деньгам. Но в начале миссии будет весьма кстати. Пока мы не засадим как минимум два ряда, нам нужны будут деньги. На тот же подсолнух и на горох для того, чтобы восстанавливать первых противников. Ну и еще нам, конечно же, не помешает дешевое вооружение. Особенности, если противники будут идти сразу в нескольких линиях. Ставим очередной раз бомбу. На пятую линию мы уже больше половины подсолнуха высадили. Осталось буквально три подсолнуха и будет достаточно. Появляется у нас очередной зомби на четвертой линии. Мы тут ставим уже горох. По деньгам мы уже все можем позволить. И в принципе можно уже бомбу не садить. Хотя, когда будет финальная волна, то бомба поможет нам эффективнее справиться с зомби. Ну и, конечно же, у нас из бомбы еще есть бомба вишни, которая убирает сразу большое количество противников. У нас, кстати, появляется вот сейчас новый противник. Это такой вот атлет в шестом. Мы его убираем с помощью бомбы. Его фишка заключается в том, что он может с помощью шеста быстрее передвигаться к нам навстречу. Я, кстати, не исключаю, что он может появиться в будущих кампаниях во второй части игры зомби против растений. Очень много противников. Так же, как и вооружение, перешло с первой части во вторую. Я об этом неоднократно говорил. Поэтому вполне вероятно, что уже в будущей кампании он может появиться. Продолжаем садить горох. Первый ряд мы высадили горох, а сейчас садим второй. Кроме того, мы посадили на третьей линии бомбу-картофель. Так как у нас скоро уже будет финальная волна, то бомба может нам пригодиться. Так, случайно нажал на паузу. Продолжаем проходить. Сейчас мы убираем последнего противника с колпаком и уже сейчас будет финальная волна. Садим еще одну бомбу-картофель на четвертой линии. В принципе, уже полностью готовы к обороне. А для того, чтобы помешать зомби шестом быстро передвигаться, достаточно поставить орех. И фактически этот атлет споткнется об наш орех. Мы его без труда убираем, хотя на самом деле противник мощный, но тем не менее. У нас было три гороха, мы с ним разобрались. Проходим эту миссию и получаем ледяной горох в свое распоряжение. Новое вооружение. На этом будем прощаться. Подписывайтесь, комментируйте. До новых встреч. Пока.